Добрый вечер. А как вы боретесь с профессиональным выгоранием? А сколько тебе лет? Меньше 25. Меньше 30. Больше 30. Меньше 30. Ну, я типа в этом термине я живу раз в три дня, например. Ну, честно скажу. Мне вот очень нравится Евгений Черняк. Знаете такого, который вот водку продает, и очень классный спикер, интересный мужик. Он говорит везде в Ютубе, что я никогда не сомневался, блин, классно вообще. Либо это очень крутой маркетинг, либо он реально самый крутой мужик, которого я видел в этом плане. Не в плане продукта, который он делает. Это тоже нормальный продукт по факту. Но по позиции. Ну, я, например, сомневаюсь, да? И я иногда в такую попадаю в ситуацию. Но смотри, Артемий Лебедев есть классный чувак. Он сказал простую штуку. Я думаю, что все слышат эту фразу. Ему говорят, как работать после работы, грубо говоря, как совмещать. Он говорит, да никак, живи в дерьме. Вот я просто думаю об этом. Я просто думаю о том, я как на своего отца смотрел, который просто пропивал все вообще. Пропивал, мать бил, короче. Будучи человеком, которым мог многое, но он считал, что он выгорает. Он себя жалел. Это пуси бой, грубо говоря, как в рэпе говорят. Это типа просто, ну, маленькие яички. Они и у женщин так же в характере. Если ты пошла в игру зарабатывания денег на любимом деле, это жестко. Это не, ну, как бы, если ты творчество только без денег, нормально, ты можешь выгорать. Если ты хочешь зарабатывать на этом, ты не можешь выгорать. Представь, кем ты будешь через 10 лет. Представь, как на тебя посмотрят. Будешь ли ты быть своей дочерью, тем, кем она хочет стать, как бы. Ну, не всегда в деньги все упирается. Видишь, я развожу. Если ты хочешь саморазвиваться без денег, мои слова не подходят. Там можно уходить немножко внутрь, выходить. Это нормально. Это совершенно нормально. То есть есть цель. Я хочу любимым делом заработать. Лучше жить, качественно, помочь родным и так далее. Ты не можешь выгорать. Когда выгораешь, просто скажи, да, я ною, это нормально. Не пизди себя внутри. Знаете, вот я раньше так делал. Погнали, короче. Я не боюсь, я не боюсь типа. Сейчас я делаю так. Ну, ладно, я боюсь, я ною. Ну, ок. Это вторая сторона медальки. Одна сторона сильная, другая. Ну, а как иначе-то? Ночь тоже, как бы, день. Все. И говорю, все хорошо, но дальше я не хочу вот так сидеть, как бы. И начинаешь делать. Нет варианта просто. Либо останешься где-то есть, как бы, а тебе наверняка не нравится там. Спасибо. Да не за что. Все получится. Спасибо. Спасибо.